Резкая боль в животе и тяжелое состояние. Так описывает Оксана свое самочувствие, когда впервые стало плохо. Сильная боль началась после того, как поела жирную пищу. Пришлось вызывать скорую. Я когда сюда поступила, мне сделали УЗИ. Потом поставили диагноз и назначили лечение. Ставят антибиотики, ставят капельницы, систему. У Оксаны обнаружили пять камней в желчном пузыре от 7 мм до 1,5 см. По медицинским меркам размер внушительный. Молодой женщине назначили плановую операцию, но сначала подготовка к ней. Получается, сейчас они меня пролечат. Говорят, через месяца-два надо опять ложиться на операцию, чтобы удалять их. Врачи говорят, под медицинское наблюдение Оксана попала вовремя. Сами камни дали о себе знать. Но нередко бывает и так, что заболевание протекает без симптомов. Между тем, ему подвержено все больше и больше людей. В нашем регионе до 70% жителей. Среди них все чаще встречаются дети. В последние годы увеличение примерно в пять раз. Детские хирурги мне уже чаще и чаще обращаются, потому что и до 18 лет это тоже не является для них какой-то неожиданностью. То есть они уже начали детей таких и периодов. Ну, в принципе, в основном, конечно, камнеобразование идет в желчном пузыре. Основная причина того, что болезнь молодеет, считают медики, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Фастфуд в основном же подвержен именно молодые. Да, газировка, бутерброд, как правило, вот как я уже сказала, то есть салаты жирные, лапша, вок, то есть там, где очень много жиров. Взрослые поколения, которые еще воспитаны, так сказать, при Советском Союзе, они все равно еще стараются более придерживаться, да, там, творожок на завтрак, там, кашки, супы. Чтобы организм не оброс камнями, говорят специалисты, нужно, с одной стороны, соблюдать простые правила здоровья, сохранять балансная активность и с другой, время от времени проходить обследование внутренних органов. Ведь свою роль в образовании камней в желчи может сыграть и генетика. Врачи подчеркивают, лучше вовремя удалить так называемые немые, то есть бессимптомные камни, чем ждать внезапные желчные колики. Мария Микшута, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.